В минувшую в субботу провели митинг в рамках Дня памяти. Посвятили его началу первой чеченской кампании. 27 лет прошло с момента начала боевых действий в Чечне. Тогда 11 декабря в 1994 году первые эшелоны российских войск вошли в Чеченскую республику. Первая чеченская кампания длилась два года. 1994 и 1996 годы. За время боевых действий на территории республики погибли и пропали без вести почти 6 тысяч российских военнослужащих. Память о тех событиях ежегодно в нашей стране 11 декабря проходят церемонии памяти, посвященные погибшим воинам в Чечне. В эту субботу в Магадане прошла памятная церемония. Она состоялась традиционно у мемориала землякам-колымчанам, погибшим при исполнении служебного долга за пределами Отечества. В церемонии приняли участие губернатор области Сергей Носов, мэр города Юрий Гришан, а также сотрудники правоохранительных структур, ветераны и члены общественной организации «Боевое братство». Она традиционно выступила организатором данного мероприятия. Уже на протяжении 15 лет проводится это мероприятие в память о погибших земляках, погибших товарищах в чеченской кампании. Проводят это боевое братство на протяжении многих лет с приглашением всегда первых лиц региона, города, самое главное с приглашением ветеранов боевых действий, которые вспоминают своих товарищей. Начало 90-х, развал страны, республики стали отделяться, особенно это коснулось Кавказа. В 91-м году двоевластие, сама действующая часть чеченско-ингушской АССР и вновь образовавшаяся чеченская республика Ичкерия, которую возглавил Джохар Дудаев, бывший генерал-майор авиации в советской армии. Известно, что двух правителей на одной территории не бывает. Дудаев со своими сторонниками осенью в 91-м году захватил республиканский телецентр, Верховный Совет и Домрадио. Началась революция, власть захватили сепаратисты. Дудаев заявил, что Чечня выходит из состава России. В ноябре президент России Борис Ельцин издал указ о чрезвычайном положении в Чечено-ингушской республике. Три года провозглашенные власти воевали с местными оппозиционерами. И только в 94-м году на территории Чечни вошли российские войска для наведения конституционного строя и правопорядка. Вот тогда и началась полномасштабная война. В начале декабря 94-го года российские подразделения были введены на территорию республики. Шли военные одновременно с трех направлений. Моздок, Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. С декабря по март 95-го года наши солдаты приступили к штурму Грозного. И вот там и развернулись самые жестокие сражения. Только через два месяца наши войска смогли взять Грозный. К тому моменту город был разрушен практически до основания. Сами боевики ушли из города в горы, где война продолжилась. В этот период боевики мстили и на других территориях, устраивая теракты в Буденновске, Кизлярии и так далее. В итоге по соглашению двух сторон было принято решение провести переговоры, в результате которых были заключены хасаверутовские соглашения. Наши войска покинули республику, оставив много техники и боеприпасов в вооружении. Буквально через год мира Чечня стала рассадником разбоев и грабежей. Похищали с целью выкупа жителей соседних регионов. За три года якобы перемирия боевики активно готовились ко второй войне. Вербовали дополнительные силы, строили базы в горах Чечни для подготовки и обучения наемников. К боевикам активно стали примыкать исламисты и наймиты, в особенности из арабских стран. Могу отметить, что в ходе боев нам попадались и афроамериканцы, и в 1999 году началась Вторая Чеченская война.